Добрый день, здравствуйте. Всем привет из студии Украл ЛФТВ. Я Андрей Митлев. И мы сегодня подводим итоги месяца с Николаем Спиридоновым, политическим консультантом. Во-первых, Николай, да? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Даже напомню, что итоги взрыва на складах мы уже подвели с Виктором Савиновым, но сейчас его с нами нет. Привет Виктору. И он, конечно, обязательно появится здесь. Энциклобинист, Рудит, ведущий же, конечно, канала, понятно, радиоканала. Мы рекламируем наших коллег и главный редактор многих изданий и так далее. То есть, поэтому человек достойнейший, и мы его просто дадим возможность продолжить мысли, тезис развернуть. А пока сегодня итоги года, Николай. Поэтому с чего хотите, с чего начинайте? Что вас в Польше трогало в течение этого месяца? Пока, да, итоги месяца. Год у нас пока не прошел, и за эти три месяца, которые остались до конца года, мы увидим еще многое интересное. Были значительные события в этом месяце. Ну, наверное, вот, соотносительно свежей темы можно начать со взрывов на складах в Калиновке. Буквально дополнить Виктора то, что он уже сказал, можно одной репликой. Недавно я в СМИ прочитал такую цифру, что ущерб от этих взрывов будет составлять 1 миллиард долларов. Мне кажется, что тут вот в этой цифре и разгадка данной трагедии, потому что есть огромное желание списать миллиард. Ну и вот это желание списать миллиард с очень большой вероятностью как раз привело к этим взрывам. Во время предыдущих взрывов иногда эксперты военные подсчитывали, когда там вот та же Новобогдановка взрывалась. Она там взрывалась, условно говоря, там полтора-два дня там шли взрывы. И вот эксперты говорили, ребята, если бы там было столько оружия, сколько вы приписываете, то взрывы бы продолжались 4-5 дней и были бы мощности совершенно другой. Потому что, ну, как бы, тут явно нету такого количества оружия, которое вот вы рисуете. Тут тоже, если посчитать, конечно, траекторию полета этих снарядов, продолжительность, там можно, конечно, выявить, что на миллиард, даже полмиллиарда там ничего и приблизительно нет. Но вот цифра такая кругленькая, кому-то она показалась интересной. То есть, как методология, понимание, куда и как списываются деньги, да? В этом смысле вы сказали, можно представить, что за миллиард. Кто боролся за миллиард. Ну, я вот, честно говоря, не очень понимаю, почему просто не отнести это к халатности. Вы думаете, что это какие-то, все же, диверсии, какие-то интриги? Хорошо, как может быть, если у нас такое количество взрывов из-за халатности, почему тогда никто выводов не делает? Хотя халатность тоже могла иметь место, но, скорее всего, все-таки миллиард, круглая цифра. Многим нравится, хотят списать эти деньги. Честно говоря, я думал, что вы начнете с дня рождения нашего президента, в конце концов, со свадьбы сына генерального прокурора, ну, как итоги месяца. А вы начали сразу со взрыва. Итоги взрыва, продолжаем. К реформам, наверное, или вот... Да, вот с одной из самых шумных информационных тем этого месяца была реформа образования. И должен признаться, что даже вот в эфире телеканала Укрлайф вред этой реформе я немного недооценил. Мне казалось, что вред минимальный. Проблема тут еще в том, что очень не сразу появился, собственно, текст этого закона, потому что он вот в июле был проголосован, в июле был подготовлен, текст закона. Потом была окончательная правка вот по состоянию на 5 сентября, 5 сентября как бы его проголосовали, этот закон. После этого его даже подписал президент спустя три недели. И только вот буквально вчера появился сам текст закона. То есть на тот момент, когда его подписал президент, текста не было еще три дня. То есть, соответственно, либо президент подписывал, что попало, не видя текста, либо ему текст показали, а на сайте Рады не вывесили. Вот так вот от нас скрыли. Вчитываясь в текст, ну там, кроме того скандала, который поднялся, ну мы все слышали, наверное, этот международный скандал, что Венгрии в ужасе, поляки в ужасе, румыны в ужасе. Премьер-министр Венгрии даже сказал, что все инициативы Европейского Союза, направленные на поддержку Украины, будут блокировать. Потому что мы всех венгров в Украине взяли и обидели. Вот этот международный скандал, слышали все, отхаркивать мы его еще будем месяцами, если не годами. То там вообще вся суть изменений, ну может быть раскритиковано буквально полностью, там буквально одно вот изменение, которое и нашим, и вашим, но там в основном изменения все негативные. Ну начиная от средней школы, 12 лет обучения в школе, ну и что в результате дети выучат за 12 лет, если они за 10-11 лет ничего не могут выучить, какой смысл им мучаться еще год. Потом фактически речь идет о сокращении школ, потому что перекидывают ряд школ на местные бюджеты, их как бы объединяют, то есть в ряде тех же сельских школ, поселках школы будут закрыты, и в результате обычно, как правило, если в селе закрываются школы, то и село вымирает. Соответственно, там сокращение школ. Очевидно, речь идет о сокращении учителей, потому что говорят о поэтапном повышении им зарплаты, а в то же время общий бюджет образования, очевидно, уменьшается, судя по предварительным цифрам бюджета, которые все время скачут, даже сам премьер-министр, похоже, их не знает, потому что он называет разные цифры, но, судя по всему, реальный бюджет образования уменьшается, то есть из этого мы видим, что значительное количество учителей будет сокращено. Что касается высшего образования, ну там тоже ничего хорошего мы не видим, то есть фактически количество бюджетников сократится до 10-15% примерно, в то время как сейчас примерно 50% студентов обучается на бюджете, на некоторых специальностях непрестижных, то есть там педагогическая специальность почему-то считается непрестижной, и там иногда до 70% обучается на бюджете, получает стипендию. И, в общем-то, стипендия имеет, как правило, для студентов значительное, большое как бы значение, хотя это там буквально 1000 гривен, но все равно они как-то ориентируются, что вот им нужно какие-то приложить усилия, чтобы эту 1000 гривен получить. Если стипендий этих не будет, это еще очень сильно упадет их стимулирование на хорошую учебу, и будет, разумеется, больше контрактников до 90%, это означает еще и дальнейший отток кадров из Украины, потому что, ну вот, грубо говоря, какая разница студенту из Центральной Украины, там откуда-то из Житомира, учиться в Киев ехать или, может быть, уже в Варшаву. То есть сумма контрактов, в общем-то, соизмерима. В некоторых случаях талантливым детям даже стипендию могут, талантливым там юношам, девушкам предоставить, то есть только чтобы они вот учились в той же Польше. И получается, что они все равно живут не дома, хоть в Киеве, хоть в Варшаве, все равно там платят за контракт, а им лучше получать диплом европейского образца. Поэтому, соответственно, будет еще больше выезд студентов талантливых в Европу, соответственно, у нас будет дальнейший отток мозгов. Потом система профессионально-технического образования, ну, фактически уничтожается. Я об этом писал в блоге два с половиной года назад, в своем блоге на корреспонденте. Причем там интересная была ситуация. Я вдвоем написал, ну, статью эту с одним работником образования, но он даже побоялся ставить свою фамилию, сказал, что такая демократия, что после публикации этой статьи его уволят. В результате мы статью писали вдвоем, но подпись стояла только моя, потому что я, ну, меня, по сути, как политического консультанта уволить неоткуда. Ну, гонорар все-таки вы разделили, да, Николай, авторский? Вы же человек, потому что очень щепетильный. Да нет, гонорар я даже отдал. Или это безгонорарная была часть? Значит, зачем мне гонорары? Я по сравнению с работниками образования относительно богатый, поэтому этим гонораром я могу просто пожертвовать. Так а что за статья? Статья была про то, что реформа образования, по сути, уничтожит профессионально-техническое образование, то есть ПТУ будет закрываться. По сути, если их перекинут на местные бюджеты, то в результате они просто будут закрываться. Это первая проблема. Вторая проблема, что, по сути, перестали университеты готовить специалистов, которые, собственно, будут преподавать в ПТУ. То есть отменяется специальность в университетах, а получается, если некому готовить выпускников в ПТУ, соответственно, тоже действующие преподаватели, ну, постепенно же они каким-то образом или умирают, или на пенсию выходят, и, соответственно, уже критически начинает не хватать кадров для подготовки. В результате система профессионально-технического образования уничтожается, несмотря на то, что профессионально-техническое образование, в общем-то, дает некоторые перспективы. Ну, грубо говоря, вот если хороший там сварщик, хороший электрик, то он может быть... В Польшу поработать. То он даже... Нет, ну, даже в той же Украине он может заработать больше, чем, например, многие юристы, потому что, ну, хороший... хороший специалист, ну, на вес золота по техническим специальностям, вот эту систему образования мы уничтожаем. И получается, по всей, по всей, как бы, сетке и образование школьное вляпались в большой скандал и университетское, и, по сути, сокращение бюджетных мест, и сокращение преподавателей. То есть основная идея дальнейшая дебилизация образования и, как бы, и сокращение расходов. Сварки, поскольку у нас же есть тут сварки Патона, и он до сих пор же, да, глава Академии наук украинского? Да, он глава Академии наук. То есть патриарх, сцена, человек, который, там, отец которого, да, кажется, там, этот мозг Патона и так далее, склепки на сварку перешли. Но интересно, что в КП, кажется, факультет сейчас есть, где чуть ли не сварка в медицине какая-то вот продвигается. Но я хотел просто, ну, от себя может добавить, что, наверное, сварщикам все же работы в Украине поменьше, чем газорезчикам. Вот разрезать на металл, он металл, это да. А сварка, ну, ремонтная работа, там, вот, вагуно-ремонтное направление, поэтому-таки сварщикам лучше готовиться как-то и ехать в Европу. Ну, на самом деле, хороших специалистов очень мало в области любой практически. То есть, по сути, вот, если человек стал хорошим топовым специалистом, то в Украине он может жить нормально, если он там или в сфере услуг, он какие-то услуги. Или в журналистику пошел, или политэкспертом стал политологией. Ну, в журналистике буквально есть только элита, то есть, грубо говоря, вот, ну, те же, ну, телерадиоведущие, в общем-то, близки к элите. Либо или звезды, или никто. В основном такое разделение, среднего класса почти нет. Вот, средний класс журналистики, ну, вот когда-то я слышал цифру, там предлагали на одном информационном сайте, в общем, искали человека, который бы знал языки, имел там не меньше пяти лет опыт работы и так далее, и так далее, и так далее. Пол-страницы разных условий, и в результате этого золотого специалиста они искали буквально на 150 долларов, еще и, как бы, при ненормативном рабочем дне. Но, разумеется, это разговор несерьезный, и получается, те журналисты, которые не смогли, вот, попасть в звезды, вот, они стали такими, там, популярными, как тот же Гонопольский, вот, Коселев, Евгений, пускай их ругают, пускай у нас тут, вот, даже, вот, комментаторы и каналы Укрлайв, там, их поносят, как бы, но, по крайней мере, все их знают, вот, всех знают, этих журналистов, и они, вот, смогли, как бы, стать звездами, а так пропасть. Но, в данном случае, вот, в Украине, для того, чтобы выжить, украинцам приходится быть специалистами выдающегося уровня, иначе, будучи средними специалистами, они просто оказываются за чертой бедностью. Или идти на госслужбу, да, Николай, там тоже неплохо, ну, говорят, мы сих пор же борьба с коррупцией, на этом мы отвлекаемся. Вот, меня тенденция интересует, как вы прокомментируете, все же, которые в нашем образовании, в таком, иском народном образовании, все-таки украинский народ, он должен получать образование, выглядит таким образом, что, если была такая десоветизация, декоммунизация, там, понятно, камнепад, ну, естественно, Майдан, революция гидности, а сейчас такая дерусификация, и вот Россия, в отличие там от Венгрии и там Румынии, что-то там еще было, да, никакой реакции не было. Не была реакция, это просто более тихая. То, что все-таки, вот, Порошенко писал этот приказ, ну, меньше будет русского языка, меньше будет советских, наконец-то, писателей в школах, да, будут какие-то современные украинские писатели, вот пытался, я ожиданно заманить в студию, что-то не доехал, и какие-то еще, видимо, Курков там вот тоже, ну, великий писатель же украинский, хотя он по-русски пишет, и что-то там сдается за границы, кого-то еще, Забушка, конечно, Оксана, ну, и так далее, да, так вот, не будет целого массива, какого-то корпуса текстов, наверное, российских, советских, русских, или как, в общем, русской классики, критического реализма, и кого-то, в общем, ничего этого не будет. Вот как, на чем это может отразиться, Николай, все же это к национальной идентичности мы же подходим, Ну, знаете, это началось не сегодня, еще когда я вот пошел в первый класс, это был 93-й год, уже мы там, ну, класса с 3-го какие-то переводы читали из серии Маркиза досада, небось, да, я помню, это издавали. Ну, это разве что факультативно, а тут вот того же Пушкина из серии, там, Край лукоморья, дуб зеленый, и мы все такое читали, то есть вот некоторые русские писатели Перевод на украинский? Как бы остались, но с переводом на украинский, то есть, по сути, процесс этот начался в 90-е, но у нас еще мы учили русский язык как факультатив, кажется, год до 2, где-то классе в 4-м, 5-м, потом вообще русский язык тоже убрали, то есть сказать, что это вообще сейчас, как бы придумали, то нельзя, но вообще это приводит к некоторым парадоксам, вот я часто замечал, что те же школьники, даже студенты там первых курсов, они в результате переписываются между собой на русском языке с украинскими буквами, то есть они русских букв даже не знают, вот они украинскими буквами составляют русские слова, и по сути, разумеется, получается, что они неграмотные, вот там даже вот для стажировок у себя в офисе, я там, когда искал студентов, ну, по сути, найти хотя бы минимально нормально пишущего студента, ну, невозможно, в результате украинский язык в Киеве, ну, откровенно говоря, украинский язык, ко мне, наверное, полетит целая обойма, но он немодный в Киеве, то есть студенты в какой-то момент видят, что им лучше говорить на русском, в то же время, ну, в основном он как бы немодный, в то же время… Подол, Могилянка, все по-украински говорят, это мы с вами говорим. Не, ну, Могилянка, но в других университетах, и, в общем, в результате они говорить начинают на русском, на русский язык они не учили, то есть, ну, с письменным там вообще караул полный, а с устным, ну, в общем, по сути получается, что они не умеют говорить ни на русском, ни на украинском, но все равно молодежь, конечно, намного талантливее, чем такие люди, как я были, то есть, я думаю, что пройдет еще лет 20, лет 30, и, может, быть, в голове это все устаканится, русский и украинский. Ну, я бы добавил, что, конечно, Николай Тов-Придонов нашел какой-то выход, я тут шутил, на самом деле не до шуток в первом классе, там, и позже, наверное, да, Коля, когда вам не давали, в общем, читать первоисточники и так далее, вы стали изучать все-таки шахматы и достигли немалых результатов здесь. Если говорить серьезно, то это были лишь такие, ну, какие-то, знаете, всполохи, начало было так далеко, так робок первоинтересный, сейчас не просто гаечка закручена, да, а как-то, мне кажется, резьба уже сорвана. Ну, вы знаете, что касается, если лично меня, я тоже вот серьезный учебник по русской грамматике, я впервые прочитал, ну, уже в таком возрасте, наверное, лет 18, когда я начал работать в газете, но до этого я тоже писал нормально, в общем-то, по какой причине, потому что я просто много читал, и так как у меня хорошая память, я просто помнил, как пишутся слова, там, не помня четкого правила. Поэтому, но потом уже, когда я начал работать в газете, мне уже пришлось там пару учебников серьезных по грамматике прочитать, но как бы, но сейчас, в общем, ситуация, конечно, с образованием по сравнению с 90-ми еще очень сильно ухудшилась. Ну, ладно, с образованием мы, в общем-то, вроде бы... Нет, 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 еще пару сюжетов буквально, штришков. Вот когда я, допустим, пытался изучать, кстати, в школьные годы какой-то иностранный язык, у нас была единственная возможность переписываться, может, с каким-то иностранцем, ну, девочкой, может быть, из соцстраны какой-то, и квадратными буквами, какими-то вот такими печатными, может, на каком-то иностранном языке даже, даже и на английском, хотя это не соцстрана, но так или иначе. Вот сейчас, как вы думаете, насколько молодежь, ну, в силу того, что и билеты же дорожают в Россию, да, и сейчас уже так вот не смотаешься, как на стипендию студенческую в какой-нибудь город Москву или город Ленинград, тем более, его переименовали же, там, назвали снова. А можно, в общем-то, лесом пройти, граница очень... Да, и вот, вроде как, потребностей в русском языке нет, да, билеты дорогие, куда-то ехать в эти города большие, и Киев уже тоже застраивается. Вот что с этим происходит, вот с каким-то межкультурным общением, вот сегодня, ну, не секрет же, там, вчера, кажется, объявили приговоры людям, которые, там, сотрудничество сепаратистам, сайты какие-то помогали делать, по 9 лет получили, там, или что-то, да. А сейчас ситуация такая, что, поскольку это все немножко у нас поджимается, пережимается кое-где, то вот общение между странами, которые все-таки говорят еще по-русски, там же еще союзное государство осталось, как вот, и Беларусь, и Россия, как оно будет? Ну, на самом деле, вы говорите, нет потребности в русском языке, но я с этим не согласен, потому что, ну, русский язык остается международным, то есть его знают в мире, ну, как минимум полмиллиарда человек, может быть, больше со всеми этими, там, в разных поколениях, кто там знает, скорее, миллиард. Что-то миллиард знает, да? Думаю, что да. Миллиард знает русский язык. Думаю, что где-то да, но вот россиян 150 миллионов, бывший, бывший Советский Союз, еще же, больше, больше 100 миллионов. Вы считаете тех, кто умер, кто живет или все-таки только живет? В той же Турции, там, в Центральной, как-то там натыкается. Турды постоянно по-русски же они между собой, да? Ну, там, ну, вот эти минимум, создается впечатление, что минимум каждый третий, каждый четвертый там по-русски может объясняться. В том же, допустим, Амстердаме, там целые русские улицы есть. Квартал красных фонарей же. Вообще, в США тоже есть целые районы, где там преимущественно русскоязычные эмигранты. Вот если подсчитать, получается, что русский язык знают все-таки достаточно много, но, грубо говоря, вот если человек попадает, там, куда-нибудь в Европу или еще куда-то там разговаривать умеет только на русском языке, то он, в общем-то, где-то с пятого, с десятого прохожего кого-то может найти, кто ему объяснит. Не переводчика, а куда ему вообще пойти, он объяснит. У меня даже тоже было, я там начал в Голландии вот это лет еще, ну лет шесть уже назад, у меня тогда еще английский был хуже, чем сейчас. Я вот там начал с одним прохожим говорить на английском, а там английский знает процентов 90 населения, там вообще как бы английский не меньше почти уже ходит, чем голландский. Я что-то начал с ним говорить, мы что-то говорили, а потом он так посмотрел на меня, говорит на русском, что хватит, уже мучиться, переходи уже на русский, я из Литвы. Какой-то драг-дилер был, наверное, да, Коль, это ж Голландия, они же все русский знают. И, в общем, так что русский все-таки нужен, а… Русский не пропадет язык, да, помните, как шутил Задоров, кажется, признал Крым, поэтому сепаратист, конечно, но насчет того, что столько лет живем уже в Америке, набрали там бич, до сих пор они не выучили русский язык, но ситуация… Ну, хотя бы простой пример тиражи газет, то есть газеты на украинском языке намного меньше тираж, чем на русском, но, может быть, это чаще читает старшее поколение, но статистика нам где-то один к пяти в соотношении, один к восьми даже покупают. Вот «Бульвар Гордона», например, да, популярная же такая газета? А «Бульвар Гордона» он сейчас стал еще более популярен, потому что он уже начал в этом году цитировать Спиридонова, и, разумеется, тиражи на этом растут. Переходим к следующей реформе, а то я, конечно, перебиваю, просто мне очень нравится… Я хотел, да, я хотел подрезумировать по остальным реформам, пробежимся быстрее, потому что у нас есть еще и международка, еще много интересного, что, по сути, все реформы, про которые мы сейчас говорим, объединены одной практически целью – сэкономить бюджет за счет граждан. Вот если взять, допустим, реформу пенсионную, вот, по сути, теневое повышение пенсионного возраста, как минимум до 63-х лет, потому что вымогают от новых пенсионеров иметь 35 лет страхового стажа. Очень мало кто прямо 35 лет страхового стажа имеет к 60-ти годам, потому что были 90-е годы, когда очень многие работали неофициально, сейчас очень многие уходят в тень, многие за границу ездили работать по несколько лет, ну, не набирается этот страховой стаж. И вообще, сколько живут украинцы – это очень большой вопрос, когда нам там говорят, что якобы там мужчины в среднем живут там 62 года. Я недавно проводил свое вот небольшое исследование, нерепрезентативное, но все-таки я о нем расскажу. Так получилось, что недавно я был на кладбище, причины уже там не будем уточнять, но, в общем, я решил там, кроме того, что мне нужно было, еще просто пройтись и посмотреть на могилы, почтить память умерших. И вот я пошел, ну, наверное, до сотни разных могил, и, по сути, я увидел, что до 60-ти доживает, ну, где-то каждый третий только. Две трети умирают до 60-летнего возраста, то есть умирают в 40 лет, умирают в 50. Много, к большому сожалению, там детских могил, написано, там вот эти детские гробики есть, как вот младенцы, и есть там написано, вот, трагический погиб там в пятилетнем возрасте, в трехлетнем возрасте. То есть, по сути, вот это, ну, не репрезентативно. Я сто только обошел, я не обошел все кладбище. Ну, тем не менее, ну, вот две трети из тех, которые я увидел, вот, две трети не доживали до 60-ти лет, и, мне кажется, что это более реально, чем официальная статистика, потому что люди даже известные… Не хотят просто жить больше. Не, не то, что не хотят. Во-первых, умирают от нищеты элементарной, потому что, по сути, на нынешнюю официальную зарплату, даже если человек работает, прожить нельзя. Неинтересно жить, поэтому и не хочется больше. Это, во-вторых, очень много разных болезней, которые вызваны экологией и, опять-таки, нищетой. По сути, то есть, мы увидим, что, как минимум, две трети украинцев до этих пенсий просто доживать не будут, как бы это будет большая экономия бюджета. Но, поскольку мы уже заговорили о кладбище, я на оптимистической ноте эту тему закрою, я увидел интересную семейную могилу, там супружеская пара 23-го года рождения, муж и жена. И муж по какой-то причине умер еще в 60-м году, то есть, молодым относительно. Жена его умерла где-то относительно недавно, то есть, в 2015-м уже. И вот они вместе все равно похоронены. Спустя много-много лет все равно любовь победила, значит, одного года рождения. Один умер в 60-м, там другая спустя более чем полвека. И все равно любовь их объединила, могила рядом. Так что вот надеюсь, что хотя бы в могиле, но украинцы будут хранить семейные ценности и объединяться. И вот пенсионная реформа, как я уже сказал, направлена, по сути, подобная на уничтожение украинцев, направлено на экономию бюджета. И все остальные, в общем-то, реформы идут под тем же соусом, если взять судебную реформу. А пенсионные два слова. Вы считаете, что никаких не может здесь быть интересных, я бы сказал, прогрессивных новаций? Какие-то пенсионные фонды, которые помогают многим же людям. Какая-то активность предпринимательская в этой связи, да? Сколько будет замечательных, может быть, даже пирамид вот этих пенсионных, или это все исключено? Теоретически может быть так называемый накопительный пенсионный фонд, то есть, ну, как говорят, человек работает в течение жизни, откладывает себе деньги, потом на старости лет их получат. Или же его дети, что тоже важно, если и в Таназии особенно у нас разрешат, тоже. Но тут возникает сразу несколько вопросов. Украинцы, и я в том числе, не верят в благополучие, надежность этих фондов, потому что все помнят, как в 91-м году, куда делись как бы деньги советские вот в этом Сбербанке, при том, что даже кинематограф был частично направлен на то, чтобы советские люди несли эти деньги, соответственно, в Государственный банк. Вот я даже помню из цикла кинофильмов «Приключения Шурика», там был момент, когда, или не Шурика, там, ну, один из советских фильмов, там был такой момент, как грабитель, ну, не грабитель, вор, в данном случае, заходит в дом, там, находит тайничок с деньгами, их так берет, кладет в себя сумку и говорит, граждане, храните деньги в сберегательной кассе. То есть такая реклама, что вот вор придет, деньги заберет, а так в сберегательной кассе храните, хотя там эта сберегательная касса, ну, мне тоже родственники про это достаточно много рассказывали, и исторически уже есть сведения, что, по сути, чтобы забрать свои деньги, там тоже часто нужно было огромную очередь стоять, быть чуть ли не попрошайкой, чтобы снять вот там свои деньги, то есть были свои проблемы. Но, тем не менее, все это рухнуло. Не мифологизируйте советскую историю сберегательных касс. Я понимаю, что мой вид у вас вызывает такие, может быть, воспоминания. Ну, очереди там были большие. Очереди сберкассов большие. А что, вы отрицаете эту информацию? Видимо, только когда грянула Павловская реформа, и люди хотели снять свои деньги, которые они копили всю жизнь, тогда, может быть, очереди и были. А так, конечно, было попроще, но было так давно, что об этом, наверное, сейчас уже никто не помнит, это неинтересно. Ну, хорошо, тогда принимаем вашу поправку, что об этом уже никто не помнит. Там уже было, чтобы все понимали, это была одна из самых, наверное, стабильных валют в мире. После денежной реформы 1961 года все деньги уже советские были одинаково, достаточно долго, чуть ли не до перестройки, до 90-х. И понятное дело, что в сберкассе были несколько видов вкладов, в том числе вклад молодежный, свадебный, то есть 2-3-4 процента, срочный вклад, который можно было по 4 процента через годик получить. Плюс там аккредитивы, кстати, о песнях, или я не весел, или некрасив, или тебе не нравится мой аккредитив, это все о том же. Положил на аккредитив, поехал куда-нибудь в Сочи, тогда еще можно было, ездить сейчас уже, наверное, нельзя, некоторым в Украине. И поэтому все было с этим попроще и понадежнее. Но были другие проблемы. Ну вот в 1991 году все эти деньги были украдены, и украинские банки тоже наворачивались, и сейчас продолжают наворачиваться с большим треском, и, соответственно, граждане в такое не верят, что можно вот так вот взять, положить деньги. Фонды не верят пенсионные, да, вот сказали вы? Ну да, потому что пенсионный фонд по определению не может быть надежнее банка. Потому что, как правило, куда он кладет деньги? Он кладет деньги в тот же банк в основном. И получается, что, как бы, по сути, исходя из новейшей украинской истории и так далее, надеяться на то, что ты там будешь как-то деньги копить 30 лет, и потом их тебе отдадут, но это достаточно наивно. А даже если отдадут, то, скорее всего, инфляция, они же как-то в гривнах считаются, не в долларах, соответственно, инфляция их будет жрать намного быстрее, чем они будут накапливаться. Потому что гривна обесценилась за свою историю в 15 раз примерно. Она же стартовала в 1996 году с одной гривны 80 копеек за доллар. Ух ты, я не помню. Я даже про рубль помню, а про такую гривну не помню. А сейчас у нас в бюджете, собственно, что уже мы предполагаем, что 30 гривен будет средний годовой курс в 2018 году. Так мы называть не будем ваши итоги недели, потому что уж больно. По сути, он будет еще выше, потому что обычно курс всегда, вернее, по отношению к гривне еще выше, то есть по отношению к доллару еще выше, по отношению к гривне еще ниже. Потому что, по сути, обычно реальность намного печальнее прогнозов бюджетных. Что касается остальных вообще реформ, ну, судебная реформа, там же тоже две основных цели судебной реформы. Первое, поставить все суды под контроль президента, ну, собственно, это и происходит. Второе, закрыть обычным рядовым гражданам возможность защищать свои права в суде. По сути, сейчас у них возможность очень условная, потому что обычно рядовой гражданин просто в суд не пойдет, он побоится. А сейчас очень сильно увеличиваются суммы взносов судебных, это во-первых. Во-вторых, если раньше там гражданина мог защищать, допустим, какой-то юридически подкованный родственник, грубо говоря, вот есть там родственник, знающий юридический, вот он там дядя твой выступает там твоим защитником. Сейчас только адвокат официальный, адвокат, ну, тоже за услуги берет деньги, которые у рядовых украинцев, их просто нет. Поэтому, ну, соответственно, вот эта реформа направлена на укрепление власти президента и на закрытие такой опции для обычных средних граждан где-то до 90% населения, что 90% населения судиться не может, такой возможности не имеет. Но каждый гражданин имеет право сам себя защищать в суде, да? Для чего же реформа образования? Имеет право, но опять-таки... Подучил немного вот, ну, юриспруденцию. Ну, Андрей, ну, рядовой гражданин, ну, не сможет он в суде сам себя защищать. Но попробовать может. Вот если даже мне там, ну, с точки зрения своих знаний по юриспруденции и как бы информационного влияния, ну, никак не рядовой гражданин при всей своей скромности. Но мне вот однажды пришло решение суда пришло на дом. Было написано, вот, значит, суд состоится там 25-го числа октября. По алиментам нет? Нет, с этим у меня все в порядке. И вам того же желаю. А вот мы вас пригласили, грубо говоря, 26-го числа, пригласили на 25-й отстоять свои права. И я ничего не смог доказать, что меня пригласили на суд, который уже закончился, и там было на этом суде вынесено заведомо неправосудное решение, которое у меня не было возможности оспорить. Единственное, как честно, законопослушный гражданин, я это решение просто проигнорировал, потому что судебная система умирает, и как бы, грубо говоря, вот, когда есть определенное судебное решение, то у государства не хватает сил, как бы, его осуществить. Поэтому в данном случае то, что мы не можем оспорить, и иногда есть возможность включить просто игнор. Видимо, они пронюхали, что вы, как не рядовой гражданин, сможете защитить свои права и даже, может, выиграть этот процесс? Нет, у меня не было никакой возможности. Я говорю, у меня была возможность проигнорировать это решение суда, потому что, грубо говоря, оно было вынесено, наверное, не для того, что там было написано в этом решении, а просто с целью подействовать мне на нервы и на какой-то момент вывести из игры. Частично даже вот действительно это получилось, потому что, ну, на нервы мне подействовали на несколько дней, действительно, я был занят тем, что отбивался, в общем, от этого решения. Вот исполнители судебных или не так быстро это? Ну, в общем, некоторые… Да, но это плохой след, мы не советуем людям. В любом случае, как там сказать, игнорировать решение судов, наоборот, нужно всегда… Так, дело в том, что они в большинстве случаев не исполняются процентов на 50 эти решения судов. Ну, например, когда там суд выносит решение, что, скажем, олигарх должен какому-то банку, там много миллионов. Ну, в большинстве случаев человек просто на это забивает и нету таких ресурсов… Олигарх забивает, а не человек. Человек, попробуй, попробуй тут за тысячу гривен тебе не уплата за квартплату, за горячую воду… Ну, скажем так… Скоро же будут отбирать, да? Ну, лично со мной далеко не каждый будет связываться, даже тот же судебный исполнитель, потому что… А то мы предупреждаем, чтобы вам это узнали. Ну, короче говоря, тут основная была идея, в общем, вывести из строя, нейтрализовать на какое-то время… Но не удалось? Нет, удалось, но буквально на несколько дней. Но я к тому говорю, что… Вопросик попутный. Так, коли вы сказали о своей истории, Николай, это очень интересно, но вы не рассказали ее суть, но это не так может быть важно. По сути, не имеет смысла об этом рассказывать. Но я говорю к тому… Квартирам, квартплатам и этим вот судам, которые обязательно будут, как вы думаете, есть у государства такие планы? Нет, я говорю к тому, что даже у человека медийного, у человека юриста по образованию и так далее, как бы не всегда есть возможность себя защитить в суде, иногда приглашают на суд, который уже закончился. Это вот самый главный вопрос из судебной системы для любого человека, который в городе Киеве или где-то в другом городе Украины… По квартплатам… Не платят, не платят, когда будут лишать квартиры. Вот вопрос. Ну, во-первых, я тоже небольшой долг себе сделал по квартплате, в солидарности с простым учреждением. Получится он или нет? Там… Ну, что нужно помнить? Ты еще 20 где-то долг? Ну, не будем уточнять. В общем, определенно долг, если я сделал, долг менее 80 тысяч гривен, как бы не может привести к потере имущества, то есть главное не доводить его до 80 тысяч гривен. Но даже когда он становится 80 тысяч, там есть еще одна интересная опция. Грубо говоря, есть решение суда, там, допустим, твою квартиру пустить с молотка в связи с долгом 80 тысяч гривен. А можно пойти заплатить гривен 10 и получить квитанцию, сказать, уважаемые ребята, у меня не 80 тысяч гривен, я уже вам должен 79 тысяч гривен, и, в общем-то, ваше решение суда уже никчемное, в котором написано, что у меня долг 80 тысяч, то есть в связи с новыми обстоятельствами идите вы, пожалуйста, грубо говоря, нафиг. У вас на подъезде висят эти вот должники, у меня все время, знаете, увешивают все квартирки, там 20, 30, 80, продают никого, и каждый раз кто-то срывает, а я повыше стараюсь ответить, потому что меня там нет. У меня должники иногда, у нас должников иногда вешают, да, в подъезде, но чаще пишут просто, что вот есть какие-то там долги за месяц. Ну, вообще-то то, что говорили многие, советовали по этим тарифам просто не платить, совет остается тот же, по грабительским тарифам не платить, но, опять-таки, нужно рассчитывать свои силы. То есть вот я, например, лично я в своих силах более-менее уверен. То есть не платите никого, я понял. Потому что если вдруг какие-то будут идеи, там, у меня что-то отобрать или откуда-то выселить, то я могу позвонить тем же, допустим, депутатам, клиентам, попросить их, чтобы они приехали, соответственно, они своим неприкосновенным телом как-то эту атаку отобьют, хотя мне это очень дорого обойдется в итоге, но тем не менее. Просто посадить их, дежурить около вашей квартиры, да? Ну, круглосыточный. Тем не менее, в общем, атаку можно отбить. Если же гражданин чувствует, что у него нет сил отбиться, ну, тогда лучше уже платить, штаны с себя снимать. Ну, что уже делать? А как же противоречие? Совет остается, но лучше все-таки платить. Так совет или не совет? Нет, совет для тех, кто уверен в своих силах. Потому что если человек уверен в своих силах, а бывают такие люди, которые могут себя защитить, то лучше не платить. Если не уверен, что уже делать? По сути, вот это все и направлено, эти грабительские тарифы на то, чтобы украинцы из кубышек отовсюду все деньги выложили. Вот было такое исследование, что якобы у украинцев вот где-то в кубышках лежит 100 миллиардов долларов. Там, условно говоря, под подушкой общая цифра. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это мы лидируем по сбережениям, быть может, даже в Европе? Да не лидируем, но вот и была идея. Вот эти все деньги у украинцев повытягивать. По сути, я думаю, что если даже эти деньги были, их уже повыкачивали, это правда. Ну, как бы, ну, если у кого-то что-то осталось, в общем-то нужно проявлять солидарность. Если действительно дойдет до того, что будут выгонять из квартиры и так далее, пришло, допустим, 4 исполнителя, то должен выходить весь подъезд. Включая детей, стариков, беременных женщин и так далее. И все должны выходить и говорить, уважаемые исполнители, что вы тут потеряли? Не хотите ли вы получить в лоб? И тогда никакие исполнители... А, Николай, мы не призываем никакому насилию. Нет, это не насилие, это в данном случае защита своего имущества. Но прецеденты были уже у нас в Украине? Кажется, был, да? Одну женщину вроде бы... И вот, да, так я довершу свою мысль, с самым подъездом никакие судебные исполнители связываться не будут. Но в данном случае, если говорить, что моя хата с краю на это не реагировать, тогда, конечно, по одному у нас всех из квартир выкинут. Прецеденты уже были, уже из квартир выкидывали за долги, тогда еще за долг 50 тысяч гривен, то есть уже несколько... Это вас вы выкидывали, а нас не выкидывали, мы платим за квартиру. Мы платим, потому что вот... Нет, если у меня будет с этим какая-то проблема критическая, я тоже пойду заплачу гривен 10, а меня тоже никто не выкидывает. Но вы можете рассчитывать на меня, если нужно будет выйти за Спиридонова, вот около подъезда, я даже из другого района приеду, и тоже буду всем говорить, не надо выселять Николая, потому что он заплатит вот сейчас 10 гривен. Переходим к следующим реформам. Нет, я думаю, что обо мне могут не беспокоиться наши уважаемые зрители, я то как-то... А то сразу сбор средств Спиридонов, чтобы он заплатил за квартиру, да? Да, и вот медицинская реформа призвана добить всех тех, кто выжил после реформы пенсионной, реформы судебной, реформы образования, вот судебная реформа их добьет, как был такой мрачный. Да, медицинская реформа их добьет. Как был такой мрачный юмор, что тех, кто выжил после осенней депрессии, добьет наступающая зима. Вот тут примерно такая будет ситуация. К международке? Там что-то, кстати, Макрон же говорил, что надо двадцать. Пару слов по парусенко свадьбе сына Луценко, два слова. Во-первых, Луценко тогда сказал, что там мой сын воевал в АТО, и мы официальные миллионеры, почему мы не можем отгулять свадьбу? Вроде бы часть правоты у него есть, что действительно там частная жизнь, но возникает несколько вопросов. Во-первых, несколько блогеров искали людей, которые бы подтвердили, что сын Луценко воевал в АТО. Таких людей никто не нашел, ни одного реального свидетельства того, что они громко заявляют про сына Луценко, который воевал в АТО, про сына Порошенко. Никто никаких свидетельств не находит. Во-вторых, вообще его заявление я пригласил своих друзей, включая президента, министров, депутатов. Ну извините, генеральный прокурор – это человек-функция. Как может быть у генерального прокурора в друзьях президент, в друзьях министр, в друзьях депутат? А если на этого президента нужно будет открыть уголовное дело, допустим, он нарушит законодательство, будет у него злоупотребление, генеральный прокурор должен будет на него открыть дело. А что это получается за кумовство, что он сам говорит «вот у меня друг президент, у меня друг министр, у меня там друг бывший премьер-министр и нынешний премьер-министр Владимир Горойцман, у него друг который приходит на свадьбу сыра но ребята что это тогда за генеральный прокурор если у него они все в друзья как он будет я думаю что он профессионально не пригоден потому что как он откроет уголовное дело на всех этих людей которые у него там были на свадьбу в любом случае у него получается и личные интересы начинают превалировать над государственными он получается человек функции потом вспоминая невеселую историю самого луценко помнится что его в какой-то момент посадили за злоупотребление министерстве мвд то есть за корпоративно-государственные деньги мы сейчас не будем говорить о том справедливо это было или несправедливо то есть возможно у многих были злоупотребления большие посадили именно ли луценко но мы помню его защищали многие там его там разумеется юлию тимошенко там когда ее тоже посадили там были митинги в защиту и так далее но все-таки вот возвращаясь к луценко получается что он никаких выводов не сделал то есть он по сути повторяет те же самые злоупотребления за которые он уже отсидел то есть сейчас же тоже были привлечены машины государственная охрана государственные ресурсы на свадьбу его сына то есть когда власть опять поменяется то большой вероятностью мы ожидаем ремейк опять он может оказаться полить за заключенным а потом может быть опять вернется во власть в общем достаточно достаточно бурная жизнь Юрия Витальевича я ему даже немного завидую что касается Порошенко вот его дня рождения его ролика но я на своей странице задал людям простой вопрос в фейсбуке чтобы они пожелали на день рождения Петру Алексеевичу Порошенко и много десятков моих друзей и подписчиков ругали его предпоследними даже последними словами и желали ему такое что я в этой студии не решусь повторить вместе с тем были определенные достаточно агрессивные любители Порошенко вот так называемые парахаботы тоже посетили страницу они угрожали всем кто критиковал Порошенко говорили что мы вот тут запишем вы тут все собраны и мы всех вас занесем на миротворец кто в общем Петра Алексеевича недостаточно похвалил ну по сути парахаботы бывают нескольких видов те которые хвалят президента есть электронные парахаботы то есть это просто компьютерная программа которая соответственно перепащивает и сложно комментирует вот тех же блогеров пропрезидентских то есть она в нее вбито односложные комментарии определенные вот они создают контент на страницах там всяких панамарей и так далее есть парахаботы живые но низкоквалифицированные то есть это живые люди допустим пенсионеры или студенты они тоже там создают определенный контент на зарплату которая низкая хотя и больше чем зарплата в Украине учителя допустим но это парахаботы живые и бывают парахаботы элитные то есть это депутаты известные блогеры известные журналисты они получают хорошие деньги за свою работу там тысячи долларов идет счет вот они как бы тоже проявляют свою активность но по сути остается ну приверженцев действующей власти ну максимум 10 процентов остальные 90 процентов в общем-то власть не поддерживают так как недавно написал в своем фейсбуке наш общий друг константин матвиенко я его процитирую буквально две строчки а влада скоро выйдет на майдан сама самисонька супроты украины ну как бы тут действительно как бы остается на одном полюсе власть как бы министры депутаты силовой блок на другом полюсе остаются все остальные и вот что касается ролика порошенко там интересная ситуация когда по сути ну как то все выглядит очень искусственно когда вот там представители семьи его его все поздравляют так торжественно что ты наш свет ясный вот и наш президент и наш отец наш муж ну кстати могу похвалить петра алексеевича буквально одним словом он мужа вот он в 19 лет женился с тех пор ни разу не развелся тут многие мы можем снять взять с него пример потому что многим из нас не удалось сохранить свой брак и туда случае петр алексеевич как 19 лет женился пример для нации кстати да так и хранил семейной ценности больше 30 лет то есть тут можно его похвалить ну и сейчас он не разводится но вот как это выглядело это поздравление выглядело очень странно все и плюс еще появилась информация что жена порошенко заплатила за этот ролик четыре с половиной тысячи гривен за ролик на пятом канале и возникает тоже вопрос где за эти четыре с половиной тысячи гривен были действительно заплачены то она получается заплатила эти деньги своему же мужу за ролик о нем это выглядит немножко абсурдно другой стороны цена абсолютно не рыночная ну вы наверное примерно представляете сколько стоит минута рекламного времени на пятом канале на остальных каналах но но явно не четыре с половиной тысячи гривен но все равно в любом случае выглядит обсурдно если она не заплатила за размещение этого ролика соответственно это тоже определенная коррупция нас заплатила то тоже это абсурд она своему же мужу заплатила четыре с половиной тысячи гривен за ролик о нем. Вот смотри, Николай, это пользуясь что называется, свободой слова, волеизъявления и каких угодно намерений в нашей стране мы с вами так легко говорим. Ну это в любом случае произошедший, это в любом случае абсурд. Да, мы с вами легко говорим. Это ролик, поздравительный ролик, семейный какой-то абсурд. Почему абсурд? Люди любят его не так, как мы любим президента, а по-другому, как жена, как дети. Ну угроз достаточно много, потому что я постоянно получаю в том же фейсбуке. Вот коль вы прокомментировали уже всех парохоботов. Вы исключаете, что в стране Украина есть люди, которые искренне никакие не парохоботы, не искусственные, не электронные, не вот те высокооплачиваемые элитные, да? А есть просто люди, которые ну они в сети тоже есть, поддерживают ну политику Порошенко, потому что они задумываются, а кто может прийти на его место и какая новая администрация? Не будет ли она может быть чуть даже правее в сторону какой-то такой вот этнической украинскости? И что тогда мы с вами будем тут делать, о чем будем говорить и на каком языке? Так, я назвал цифру, что примерно 10 процентов может быть еще оставаться искренних сторонников президента, в фейсбуке их меньше, потому что в фейсбуке в среднем люди более грамотные, в фейсбуке искренних сторонников ну может 1-2 процента ну в основной ну как бы... У нас критика Порошенко идет, скажем так, справа в основном да, потому что критики слева, я что-то ее даже как-то не слышал или со стороны социального государства, так есть какая-то критика, ну какие-то там социалисты существует, партия такая, потихонечку ртикует Кожара, да? Не знаю, Кива тоже социалист, правда непонятно, сейчас будет съезд и будет ли он там этом съезде утвержден, это же Морозовская партия. Вот критика справа Порошенко. Чем не нравится Порошенко? Ну ролик, понятно, он не нравится вам там, да? Не знаю, я его не видел. Этим самым людям, да? Справа в основном от него хотят, чтобы он проводил еще более жесткую украинизацию, кстати вот этот закон образования, это реверант в сторону правых, потому что правых Порошенко боится больше, чем Европу и Россию вместе взятых, соответственно вот он им постоянно такие подачи вот какие-то делает. Но в плен к ним не сдается, да, в плен, все-таки он какую-то линию видите, вот на миротворцы на мир какой-то ведет, да, такую европейскую линию. Левые критикуют действующую власть в основном за ее антисоциальную политику, потому что все реформы, о которых мы говорили, по сути антисоциальны, но это достаточно очевидно. Поэтому справа Петру Алексеевичу скорее угрожают кулаком, то есть, грубо говоря, вот все эти правые вот показывают ему кулак, а слева ему все-таки угрожают поражением на выборах. Ну вот с двух сторон кулак плюс демократия, ну позиция у него достаточно сложная получается. И вообще, если мы говорим, вот завершая, наверное, украинскую тему, наверное, два слова надо сказать о бюджете Украины. Нет, только я Порошенко за слово. Вы не ответили на вопрос, еще раз повторяю, да, покороче постараюсь, чтобы все поняли, да. Вы, Николай, допускаете, что может прийти на место Порошенко после выборов демократических, конечно, на стране президент с более правыми взглядами. И что тогда будет для нас, для Украины, насколько это будет лучше для страны, для народа и так далее, для всех, кто это 10%, ну и все остальные, которые против президента. Ну пока, если мы смотрим на действующую социологию, то президент с правыми взглядами вряд ли рискует выиграть выборы, потому что, собственно, там электорат около 10-15%. То есть сейчас, ну, по рейтинам, кто лидирует? Юлия Тимошенко, потом Бойко, Рабинович, Ляшко. Ну, Ляшко сказать, что он с правыми взглядами, он скорее в нишах лоуна находится, то есть, ну, сложно сказать, что он с правыми взглядами. То есть не просматривается. А брать власть силой сейчас тоже нет никакого смысла, потому что, в принципе, силой власть взять теоретически можно. Вот можно там из того же АТО послать батальончик, взять власть Киева. Но не будет никакой внешней легитимации или легитимизации, потому что, как бы, все зарубежные партнеры счета-то сразу перекроют, никто не признает, и взяв власть, можно там просидеть на Грушевского, на Банковой пару недель, может, месяц, и потом все равно под суд пойти. Поэтому теоретически даже тот же Аваков, он может взять власть. Практически он понимает, что из этого получится пшик. Поэтому с силой и правые вряд ли власть возьмут. А на демократических выборах шансов у них нет. Скорее всего, основные кандидаты, я бы называл там основные оппоненты, там Тимошенко, Бойко, Рабинович, ну, как бы, они явно не справа заходят. У нас есть, например, там, когда в Европе, в развитых странах европейских, в старинных этих демократиях, в частности, там, во Франции чуть было, Мари Липен не прошла, но победил другой президент, да? Ну, и в Германии сейчас в парламент прошли правые впервые за всю историю со времен, там, не самые крайние, конечно, правые, там, не ультраправые, но, тем не менее. Поэтому переходим к международному положению, что вы хотели сказать? И вот итоги, может быть, этой недели, что вас там заинтересовало, насторожило, Николай? Буквально два слова о бюджете, как уже я начинал говорить. А, все-таки еще что-то осталось в Украине. Я начинал говорить, да. Важно простили к бенажерке, поэтому давайте о бюджете. Нет, так я уже начинал о бюджете, вы сказали, что надо о президенте Порошенко. Ну, уже-таки два слова о бюджете. Во-первых, в бюджете заложен этот курс 30 гривен, который означает усиление инфляции. Где это вот в бюджете заложен? Чтобы я прочитал, мне просто интересно. Есть же сентябрьский проект бюджета, вы можете найти на сайте Верховной Рады. Там четко написано, что 30 будет долларов. Нет, там 29,3 записана цифра, но это будут еще дебатировать, то есть я округлил уже до 30, потому что реально курс будет никак не ниже 30. Плюс огромные выплаты внешние, там тоже многомиллиардные, которые создают дополнительные инфляционные риски. И социалка фактически очень сильно проседает, в то же время растет финансирование всех государственных институтов, то есть администрация президента, Кабмин, Верховная Рада растет. Пенсионный фонд почему-то уменьшается, что очень абсурдно, потому что как бы в общем-то пенсионная реформа еще не пришла, пенсионеров еще выживших много, не совсем понятно, почему на них деньги врезают. Поэтому там много. Но единственное, нас пытаются порадовать и говорят, что общее число цифра бюджета вырастет до 1 триллиона гривен. Вроде бы это хорошо, это круто. Но по сути, если посчитать в долларах, то цифра получается далеко не такая оптимистическая. По сути, это предвестник гиперинфляции. Ну и вот желание сэкономить на простых гражданах в бюджете очень сильно прослеживается. Но подробно, наверное, мы действительно проанализируем в другой раз. Откуда гиперинфляция возьмется? Вы тут пугаете просто в студии, Жуколь? Меня очень. Во-первых, упадет курс гривны по отношению к доллару. Но это же не гипер. До 30 это еще не гипер. Сейчас же 26 с половиной он сегодня. Ну смотрите, упадет курс гривны. Потом большие будут выплаты внешние. Потом идет неблагоприятная внешняя конъюнктура. По сути, вот в этом году была инфляция реальная. Вот не бумажная, реальная. 30% в этом году уже есть. Если мы посмотрим на продукты в магазине. Даже вот я бы сказал, что если взять по продуктовой корзине, как минимум 80% рост всех позиций. Потому что то, что раньше можно было в магазине купить за 200 гривен. Грубо говоря, примерно тот же набор, который я в прошлом году летом покупал за 200 гривен. Сейчас уже стоит гривен 350. То есть это ничего сверхъестественного. Это хлеб, молочка, сыр, творог. Еще там, если уже добрался до магазина. У меня, да? Все-таки какой-то украинский производитель. Нет, алкоголь я даже не покупаю. Хотя все равно из разных источников его приходит много. Но, соответственно, вот какой-то небольшой такой продуктовый набор, который со скрипом хватит на полнедели, то есть дня на 4, он подорожал. Ну и вы же еще не курите, поэтому тоже экономия, да? Там на всем практически экономия. Я человек скромный, почти аскетический, почти спартанец. Ну, в общем, все это выросло. Этот набор скромный, ну, процентов на 80, реально. И, то есть гиперинфляция у нас уже есть, а в следующем году все-таки она реально усилится. Ну и вот... То есть вы подразумеваете под ростом цен на какие-то основные продукты питания, на эту продуктовую корзину, как вы называли, набор, да? Вы подозреваете за этим гиперинфляцию, да? Ну, конечно, потому что когда нам высчитывают инфляцию, там какую-то пишут, что 18%, пишут, что 20%, они же считают вместе со всякой дорогой электроникой, которая не особенно дорожает. Они там с разными еще приборами. Вот если смотреть по продуктовой корзине, то растет реально намного сильнее, чем вот ихний этот официальный показатель инфляции, который в результате оказывается ни о чем. То есть... Да, понятно, согласен, да, что все-таки бюджет... Все, включая те же конфеты Росен, очень-очень растет. То есть в ваш набор все-таки входят конфеты, да, Николай? Нет, конфеты Росен я иногда троллю друзей. Вот я недавно ходил на день рождения одного друга, который как бы резко критикует президента. У него есть сайт, он с резкой критикой. И вот я решил его подколоть, и я ему принес Росен и торт, и конфеты, как бы... Но в других этих упаковочках нет? Нет, именно в упаковках Росен. То есть моя задача была его подколоть. И мне кажется, получилось. Он когда посмотрел на этот Росен, он аж перекосился немного. Но потом взялся в руки примерно за минуту. Так что я разве что эту продукцию покупаю, когда мне надо кого-то потроллить. Кстати, если вы его там завернули в какую-нибудь там Красную Москву или Красный Октябрь, да, Бабаевский какие-то вот раз, и он бы тогда может испугался. Он говорит, да ничего, это же Росеновский, можно есть. Переходим кольцовски, да, или вы еще хотите, чтобы... Не, международка, международка, потому что я... Просто по времени, мы же должны сегодня еще пошутить. Да, мы еще должны успеть пошутить, поэтому переходим к Германии и начинаем шутить, собственно. Вот у нас выиграл блок ХДС, ХСС, Меркельский. И Ангела Меркель опять будет железным канцлером. И как шутят, что она сидит на своем посту уже так долго, что создается впечатление, будто бы она пришла сразу же после Гитлера. На самом деле она пришла в 2005 году, то есть она уже 12 лет сидит на своей должности железного канцлера. По-нашему это скорее премьер-министр, потому что, может быть, не все понимают, что такое канцлер. Гитлер правил Германии, ну, тоже около 12 лет, если считать с 33-го по 45-е, хотя если считать фактически там в 45-м году уже немножко почва из-под ног уходила. То есть реально, конечно, она уже переплюнула Гитлера и уступает только своему учителю Гельмуту Колю, который 16 лет был канцлером с 82-го года по 98-й. И, кстати, именно Гельмут привел госпожу Меркель в большую политику. Он назначил ее министром по делам, там как-то оно интересно называлось, женщины, молодежи, в общем, объединили женщин с молодежью, но, в общем, стала она министром в 91-м, кажется, году. И она была стопроцентной креатурой Гельмута Коля, и даже ее называли девочкой Коля, то есть что вот она, его такая фигура полностью на него ориентирована. И, видимо, он какой-то секрет ей сакральный передал, как можно на посту канцлера просидеть долго, и теперь она его как минимум может догнать по результатам своей каденции, то есть она может тоже 16 лет просидеть до 2021 года. А может быть, она еще на 4 года изберется, может быть, она вообще вечно и будет править Францией 20 лет. Но, тем не менее... Германия, конечно. Ой, да, это я уже заговорился. Там же границ-то нет особой, Коль. Править, нет, уже понемногу появляется. В общем, править Германией, может, и 20 лет она будет. Но все равно ее результат, ее блока немножко упал по сравнению с 2013 годом. Если у них было там 40,5%, кажется, процентов, то сейчас у них там уже где-то 33,5%, то есть они на 7 где-то процентиков похудели. Зато выросла правая партия, альтернатива для Германии. Она там набрала больше 10% голосов, потому что правые настроения подросли. За счет того, что очень многие недовольны большим количеством мигрантов, ухудшившиеся криминогенные ситуации. И впервые вот со времен Адольфа Гитлера, которого мы уже вспоминали, впервые там со времен 46-го года, то есть послевоенного, правые вообще зашли в Бундестаг. То есть это очень большое как бы событие. Теперь, конечно, немножечко картина электоральная будет меняться, хотя они не пришли к власти, чтобы плотно, то есть они не войдут, они в коалиционное правительство. Но, по крайней мере, если долгие десятилетия быть правым в Германии было вообще как-то стыдно, вот как-то не Камельфо, то теперь понемногу эта ситуация изменяется, уже, в общем-то, правые тоже набирают силу, как и в целом в Европе. Ну и любопытный еще момент. Основным соперником был социал-демократ Мартин Шульц, основным соперником Меркель. Так вот, у него официально нету даже высшего образования, он сразу там начал книгами торговать. А по некоторым данным у него нет даже среднего. Некоторые источники пишут, что у него нет даже среднего, так что мы там говорим, чтобы молодежь училась, чтобы получала образование. Но вот один из самых успешных политиков Германии, даже Европы, потому что он был президентом Европейского парламента, в общем, высшего образования он не получил, совершенно хорошо себя чувствует. И липовых, так сказать, дипломов себе тоже не делал, да? Сейчас не то, что липовые дипломы, сейчас говорят даже про липовые аттестаты. Вот появилось заявление Саакашвили, что у Гройсмана, например, липовый не то, что диплом, но даже и аттестат, что он по серьезному даже школу не закончил. Я за это заявление, да, торговал на рынке там со своими. Но не книгами же. Да, чем-то менее интеллектуальным. И вот я, естественно, за это заявление Саакашвили не отвечаю. То есть, если кто-то, послушав нас, судебный иск будет куда-нибудь отправлять, то, пожалуйста, отправляйте человеку без гражданства, да, Микаилу Николозовичу, который предмет для отдельной дискуссии, которую мы сегодня, наверное, провести уже не успеем. Но странно, что левые как бы без образования, видите, даже вот заходят в правительство и успешно себя чувствуют в политике. Ну, он вот, да, он действительно, у него там книжный определенный бизнес, но просто для украинской политики это было бы нереально. Украинский политик бы диплом, если не получил бы по-честному, то хотя бы купил бы, и у нас есть четкие правила, что в кабинете министров нельзя работать без высшего образования. Более того, без высшего образования нельзя работать официально даже помощником депутата. А генпрокурором можно, вот без какого-то специального высшего образования. Нет, но у него есть высшего, у него нет высшего юридического. Поэтому, соответственно, вот Шульц тоже достаточно интересный феномен. Вообще, выборы в Германии были достаточно интересными. Ну и по международке у нас остается тема ООН. Коротко, Коль, не успеваем, надо уже подходить к нашему мужскому шоу. Я думаю, что Якубина не будет еще долго, поэтому на самом деле времени достаточно много. И вот в ООН было несколько знаковых выступлений, в частности, Трамп, хотел сказать, Порошенко пригрозил пальцем Северной Кореи, сказал, что мы будем серьезно с ней разбираться. Путин не доехал до ООН, видимо, испугался, но он так редко выступает. Он два раза выступил с 2008 года, один раз в 2008 он выступил, и один раз он в 2015 выступил, так как, правило, он до ООН не доезжает. Ну и, конечно, всех нас интересовало выступление Петра Порошенко, где он сказал про введение миротворцев, что он выступает за введение миротворцев в Украину. Но интересно, что резолюция России есть, то есть план, как ввести миротворцев, а резолюции Украины нет. То есть Петр Порошенко свои как бы намерения обозначил, очертил, а вот резолюцию или постеснялись подготовить с украинской стороны, или есть такой даже темный слух, что наши старшие товарищи намекнули, что не нужно украинской резолюции, нам хватит российской. Вот такая произошла государственная драка. Есть же мнение такое, что если была наша, то сближение мнений придет к тому, что все равно будет какая-то не наша, а российская. Поскольку наше мнение не совпадает, то может быть и не надо. Вы слышали такую версию, Николай? Есть очень разные версии, но факт остается интересным, что украинская сторона, в общем-то, говорит о миротворцах уже года два с половиной, если не три, российская сторона молчала на эту тему. Теперь неожиданно россияне заявили, что да, давайте миротворцев, и, в общем-то, вроде как слились в экстазе, что все мы пришли... Не тех миротворцев, не по всей территории, как мы же хотим, а только на разделительной линии, только как бы надзирающих за вот этой миссией. И, соответственно, вроде как все мы пришли к выводу, что нужны миротворцы, только не можем строговаться вот о деталях, как именно они будут присутствовать. Также интересен разговор Трампа с Порошенко, очень интересен, хотя он продолжался буквально шесть минут этот разговор, но, тем не менее, нужно отметить, что Порошенко смог относительно наладить отношения с Трампом, несмотря на все проблемы, когда вот против Трампа откровенно работала украинская политическая элита, и вот Трампа было большое раздражение, но, тем не менее, Порошенко нашел к нему определенный подход. Во-первых, мы начали по сказочно дорогой цене закупать уголь в Пенсильвании, соответственно, Трамп как бизнесмен это оценил. И второй момент, что когда на Генассамблее ООН Трамп заговорил о реформировании самого ООН, вот он на следующий день после него выступил Петр Алексеевич Порошенко, и он буквально повторил те же тезисы, то есть он Трампу буквально подыграл, полностью повторил то, что заявил Порошенко. После этого суровое сердце Трампа дровнуло. Если раньше он Порошенко скорее даже, можно сказать, даже презирал, у него такое было какое-то отношение после всех этих событий, то сейчас, судя по невербалке и по многим признакам, видно, что отношения у них ну не дружеские, но достаточно ровные, то есть у них нет какой-то проблемы в их отношении. Бизнес-партнерство все-таки. Ну вот как-то вот ничего личного, только бизнес, примерно так. Поэтому вот Петр Порошенко смог выкрутить эту ситуацию, то есть он смог, по крайней мере, если не заручиться поддержкой Соединенных Штатов Америки, то как-то ситуацию смягчить, стабилизировать. Поэтому в данном случае вот дипломатически у него есть определенные успехи, пускай они даже не направлены там на благо страны, пафосно говоря, там на больше. Ну как уголь-то будем топить углем, зиму греться будем все-таки. Ну тем не менее. Американским теплом будем как-то мы делать. Уголь можно было и намного дешевле купить, то есть с экономической точки зрения это сомнительное решение. Но тем не менее, свои задачи он выполнил. То есть если вот ходили слухи, что администрация президента Трампа его будет буквально сносить, то есть требовать выборы досрочные, в Раду требовать досрочные выборы президента, то сейчас вот похоже, что такая проблема уже перед Петром Порошенко не стоит. То есть свои отношения с партнерами западными более-менее стабилизированы. Коля, два вопроса. Короткие, да? Первое. Слышали ли вы какую-то реакцию Порошенко, нашего президента, на некие там обвинения, носящиеся чуть ли не в СМИ международных, о том, что мы поставляли двигатели для ракеты, которая прилетела там, правда, высоко-высоко, над Японией и упала там, может быть, в нейтральных водах, да? Имеется в виду запуск. Как ракеты-носителя, даже вот так бы сказать, Северной Кореи. И второй, ну тоже такой короткий вопрос, это, ну, моральный аспект, если так можно ставить вопрос, торговли вооружением, поставок оружия украинского в страны Африки, да? В Южный Судан или как там, в Северный Судан, ну, в Африку. Самые разные африканские страны. Ну, во-первых, про скандал корейский, разумеется, слышал. Я думаю, что обвинения Украины тут беспочвенные, ровно так же, как и те обвинения, которые предъявлялись во времена еще Кучмы, что якобы Украина поставляла кольчуги в Ирак. Потом никаких кольчуг никто не выявил, осадок остался. Кучма, по сути, попал в международную изоляцию, что теперь грозит и его нынешнему коллеге постепенно. И вот по поводу торговли, ну, по сути, Украина не особенно сейчас производит новое вооружение. То есть мы бабушкино наследство еще раз продаем, как и раньше. То есть, по сути, тяжелое наследие советского режима вот у нас еще осталось. За счет этого армейские командиры и руководство страны еще может там какую-то копеечку себе заработать, там пару сотен миллиончиков. Нет, речь о том, что там используется якобы это оружие против мирного наследия какого-то. И официально на уровне государств другие страны не торгуют с этим вот Суданом, да? Ну, какой может быть в международной политике вообще моральный аспект? Понятно. То есть международное право, это по сути, право сильного. Вот кто, например, говорит тем же Соединенным Штатам, с кем им надо торговать, и когда Соединенные Штаты обвиняют КНДР в том, что там ядерное оружие, ну, в Штатах. То есть по праву сильного Украина торгует оружием и будет торговать? Нет, в данном случае... И вы только извиняете, Курчинову как минимум, который высказался. Нет, в данном случае сильные имеют право торговать, но они могут таким странам, как Украина, предъявлять определенные претензии, потому что Украина в некоторых ситуациях пытается занимать сильную позицию, к сожалению, мягко говоря, еще не очень твердо войдя в клуб самых могущественных стран мира. Вот на этой ноте, Николай. Поэтому, соответственно, проблемы как бы у нас со всеми этими поставками могут быть. Но я, не имея подтверждения какого-то четкого, стопроцентного, что действительно это оружие продается, все-таки рискну занять... То есть там есть Интернешнл как бы доклад не очень... Я рискну занять государственную позицию, сказать, что это все-таки не доказано и что нашу страну в данном случае обвиняют зря. А закончить лучше на более веселой шахматной теме. У нас вот прошел Кубок мира по шахматам солнечной Грузии, его выиграл армянский гроссмейстер Львон Араньян. Достаточно успешно играл Василий Иванчук, украинский гроссмейстер. Дошел до четвертьфинала, но там проиграл будущему победителю Львону Араньяну. Много-много было интересных партий. Вот чемпиона мира там выбили в третьем круге норвежца Магнуса Карлсона. Вообще формат был очень интересным. Может климат не подходит, да? Он же из Норвегии, а тут Грузия там все-таки... Нет, он хорошо подготовился. Он привез там и личного повара он привез. И очень большую команду. Потом он сразу после того, как вылетел из Кубка мира, он поехал на открытый турнир на остров Мэн. Под юрисдикцией Великобритании он находится. Этот остров Мэн. Уже там по слухам распустил всю свою команду. Приехал только с одной девушкой и все. И вот теперь играет намного успешнее без своей команды. Сейчас он пока там лидирует на первом месте идет. Поэтому большая команда, видимо, ему помешала. Но готовился он к Кубку мира очень как бы... А призовой фонд, опять же, я о своем, да? Кубка мира какой-то известен? Это открытая информация? Известен, известен. Там примерно полтора миллиона долларов США. То есть там даже вылетев в первом круге, можно было заработать неплохие деньги. Чтобы свозить девушку, если там... На уровне там 6 тысяч долларов. Ну как? Ну, разумеется, у Карлсона такая задача, как кого-то куда-то свозить. Такая проблема у него не стоит. Потому что он обычно стартовый получает в районе около 100 тысяч долларов за участие. Поэтому призы там определенные остаются. Как действующий член, да? Да, ну, в принципе, первая десятка сильнейших шахматистов мира пока еще становится миллионерами такими скромными. Потому что там стартовые, ну, может, не такие, как у Карлсона, но стартовые им часто предлагают там тысяч от 30 где-то до 50 долларов. Плюс там призовые. Постепенно материальная, финансовая там ситуация у шахматистов ухудшается, спонсоров становится меньше. Ну, пока еще... А как же Крисан Ильимжинов? Он там вот никакие не оказывает, может быть, помощи? Он остался где-то в этом шахмате? Он остается президентом Фиде более 20 лет. Он тоже часто и свои деньги выделяет. Есть и другие спонсоры. Но все-таки финансирование постепенно падает. Поэтому профессиональные шахматы, в общем-то, нашим зрителям и не советую приводить своих детей играть. Потому что гораздо лучше доиграться там до уровня мастера, а потом уже уходить в политику. Потому что мы знаем примеры. Вот тот же, допустим, Дмитрий Джангиров был шахматным мастером. Наш замечательный гость, с которым мы успели 8 минут поговорить перед диверсией, Виктор Савинов тоже был. И Николай Спиридонов, который тоже не последний в стране политический консультант. Соответственно, шахматы могут помочь развить мышление. А потом уже, разумеется, нужно было уходить в политику. Виктор вспомнил, что он говорил, что, в общем-то, все-таки не способствует такому уж уточнению, утончению ума шахматы. Но это отдельно неспособно. Нет, это он сказал уже в кулуарах, когда у нас было корпоративное чаепитие. А официально он этого не сказал в эфире. Николай, самый богатый шахматист за всю историю шахматы, как вы думаете, кто это был? Кроме тех индийских, конечно, Радж, которые играли, может, не так хорошо. Вообще-то, самый богатый шахматист за всю историю шахмат, вы имеете в виду, заработавший деньги именно на игре профессиональной? То, что вы знаете, да, может быть, так вот приходит. Потому что, например, Карпов с Каспаровым сказочно богаты на том, что они заработали на политике. То есть Карпов уже не первый раз депутат Государственной Думы, руководитель фонда в определенных, он на этом больше заработал. Лоббирует что-то сюда. Именно призовые, самые большие, получил Роберт Фишер, очевидно. Потому что вот он в 92-м году в матче со Спасским он там получил больше 3 миллионов долларов. А плюс, исходя из того, что курс там изменился, на нынешний день это, наверное, миллионов 8, но потом он экономически не всегда правильно ими распоряжался. И чем закончил? Без родины человек, без гражданства, где-то прятался на островах у Фишера, судьба-то какая? Ну, закончил он не особо богатым человеком, но вот по призовым Каспаров достаточно много получил. Нет, с Фишером он все-таки больше всех получил, да? Вот судьба-то его сложилась, в конце концов, человеческая, а не шахматная. Ну, у него получалось требовать, конечно, больший призовой фонд он выбивал. То есть он, по сути, поставил шахматы на профессиональную основу, но все равно шахматных профессионалов очень-очень мало. То есть, по сути, нормально, хорошо жить за счет игры. Может, в мире, ну, человек до 50, ну, может, стоит, если поторговаться. Ну, и члены семьи, конечно, да, вот, шахматистов, они тоже заводят семьи, да? Ну, да, а вот дальше, ну, шахматы не стали таким профессиональным видом спорта, как, например, футбол, где игрок там какой-нибудь заштатной второй лиги немецкой или еще там французской может, в общем-то, быть человеком обеспеченным. В шахматах ты, входя во вторую лигу, ничего за это не получишь, кроме проблем. Но травматизм меньше, Николай, опять же, да? Поэтому вот все-таки остановимся на шахматах пока. И травматизм, может быть, даже и больше. Был известный случай, играла чемпионка Украины по шахматам, играла в одном мужском турнире с кандидатом в мастера, таки довольно средним. Но он все-таки получил выигранную позицию. И вот тренер этой чемпионки Украины, Миша, не будем называть его фамилию, он очень заволновался по этому поводу. И он прямо во время турнирной партии подбежал к сопернику, своей ученице. Ну, там не только ученице, но уже не будем вдаваться в подробности, не наше это дело. Но, в общем, своей ученице. И зарядил ему кулаком по голове, в общем, очень сильно. Это тоже попало в СМИ, в том числе и мировые, что прямо во время партии, ну, вот так подошли к шахматисту, прямо во время турнира и ударили его кулаком. А с моральной точки зрения в шахматы вообще играть сложно, потому что, когда ты проигрываешь партию, ну, после этого трудно вообще заснуть. Ты начинаешь думать, неужели вот этот какой-то соперник непонятный, который вообще может тебе не нравиться, он, получается, что умнее тебя, или как вообще так получилось, что этот негодяй как бы у тебя выиграл. Николай, не раскрывайте всех секретов. Поэтому бокс даже как-то может быть полегче, но дали тебе по голове, ты поспал и хорошо себя чувствуешь. Тут вот такая моральная боль бывает. И как-то было тоже, вот я о Фейсбуке своем достаточно много рассказываю. Однажды один шахматист ко мне в Фейсбук постучался, и первое, что я в голове у меня всплыло, что лет больше 20 назад на детском турнире вот я ему проиграл обидную партию, когда спустя 20 лет этот человек ко мне попытался в друзья в Фейсбуке попасть, вот первое, что я вспомнил, это эту партию года там где-то 96-го, то есть рано остается вот этой неудачной партии даже спустя 20 лет. Вот какие причины, по которым Николай Спиридонов не всех друзей в Фейсбуке, в общем-то, ну сейчас уже подписчиков, да? Нет, я его все-таки добавил, этого человека, но я полчаса думал делать. Ну сейчас подписчики, можно добавляться в Фейсбуке в друзья Николая Спиридонова и, конечно, подписываться на Укрлайф ТВ на Ютубе, а пока мы прощаемся с вами ненадолго надеясь. Николай, спасибо вам и до встречи. Да, спасибо, до встречи буквально через 10 минут.